С нами на связи Илья Несхадовский, экономический эксперт. Илья, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Илья, ну а как вам видится развитие этой истории под названием санкционное давление или ограничение в отношении теневого флота Российской Федерации? Как реально эффективно противодействовать, скажем так, теневому использованию тех кораблей, которые так или иначе задействованы в торговле подсанкционных товаров Российской Федерации? Ну тут есть два направления. Первое направление — это все-таки контролирование цены, которая была установлена уже давно, более года назад. Это 60 долларов за баррель нефти. И, соответственно, не пропускать те судна, которые пытаются обойти прямо или косвенно. Потому что мы понимаем, какие способы использует Россия, когда устанавливается цена на нефть ниже 60 долларов. Но за счет других компонентов, такие как страхование, перевозка, такие как обслуживание, соответственно, они создают необходимую стоимость непосредственно для продавцов в России. То есть это первый момент, когда будет анализироваться более детально такая информация. Ну а второй момент, как раз на этот момент обратил внимание президент Польши Дональд Туск. Это экологический фактор. Для того, чтобы функционировал теневой флот, его покупали корабли для этого флота, покупали фактически по всему миру. И не очень-то обращали внимание на то, в каком состоянии эти судна. Главное было купить. Главное, чтобы были необходимые мощности и необходимые объемы. Соответственно, эти корабли уже эксплуатируются достаточно долго. И экологический фактор есть достаточно, скажем, влиятельный на этот. Поэтому Еврокомиссия может просто-напросто сделать ограничения по отношению к таким кораблям, которые уже долго эксплуатируются и которые не обслуживаются, например, в европейских каких-то компаниях. Благодаря этому это даст возможность абсолютно легально. На основании того, что Европа беспокоится об экологии, о тех рисках, которые могут быть при прохождении этих судней Балтийским морем. Соответственно, это существенно ограничит возможность России продавать на мировые рынки. Другой путь через Северное море намного дольше, сложнее, дороже. Соответственно, это все-таки является эффективным способом. Других каких-то моментов, каким образом можно еще отлавливать теневой флот России и обход России санкции по нефти, с учетом того, что цена совсем недавно достигала более 90 долларов за баррель нефти и сейчас достигает. Соответственно, тут очень большая маржа, которая и провоцирует или соблазняет многие компании обходить санкции. Поэтому дальнейшие направления будем смотреть уже конкретно в этом 14-м пакете. А 1400 судов используется государством-террористом в качестве теневого флота, по крайней мере, так говорил господин Биллстрем. Вот я сейчас открыл Марин Трафик. Это известный такой продукт, такой сайт, по которому можно отслеживать, в принципе, как суда, откуда выходят, куда идут в целом. Вот сейчас из порта Санкт-Петербург достаточно большое количество кораблей выходит, и, естественно, не все они, либо вообще не все они под российским флагом уходят. Как правильно, собственно, отслеживать вот этот теневой флот? Не все ведь можно суда в целом арестовать, если я правильно понимаю, сам этот процесс. 1400 это ведь тоже не потолок. Довольно много в целом среди стран, которые готовы помогать Российской Федерации, где-то незарегистрированных судов, где-то под, простите, левым флагом, грубо говоря. Ну, в основном, они под флагами все-таки других государств. Это первый момент. Поэтому, если вы будете ориентироваться исключительно только на российские флаги, то вряд ли вы заметите там действительно нарушение, что эти корабли заходят там в те порты, которые не должны заходить. Это первый момент. Второй момент – это относительно того, что кроме общей такой информации необходимо также информация, где они заправились, где они загрузились, а дальше потом, куда они направляются, где они зафиксировали, то есть где они останавливались. Почему? Потому что бывает такая возможность, когда проходит судно, заполненное условно наполовину, потом где-то в середине пути доливается другая нефть, и делаются документы, что полностью вся нефть, которая на данный момент находится на этом судне, это является не российской нефтью, а нефтью совершенно другого государства, которая не попадает под санкции. Поэтому тут надо смотреть также и каким образом фиксируется движение этого судна, где оно останавливается и причины этих остановок. То есть знать только исключительно трафик этого судна – это недостаточно. Ну и, конечно же, желательно какая-то определенная инсайдерская информация. То есть если было установлено, что какое-то судно постоянно перемещается из российских портов в конкретный порт, который является подсанкционным, соответственно, это большая вероятность того, что именно это судно является таким, что нарушает санкции. Но, опять же, не факт, потому что очень часто по документам оказывается, что цена действительно ниже 60 долларов, а, соответственно, по другим каким-то параметрам цена догоняется до необходимой. И еще одна такая поправка – нет, судно не арестовывается. То есть нарушение санкции не означает, что судно будет арестовано и товар будет арестованный. Нет, просто данное судно, данный судовладелец, он попадает в санкционные списки. И, соответственно, для него один только путь. Этот путь торговля исключительно только с Россией и какими-то третьими странами, которые не поддерживают санкции. Весь мир, весь мировой рынок перевозки нефти для такого судна и для такого судовладельца будет закрыт. Именно такие санкции используют в Соединенных Штатах Америки, и они достаточно эффективны. Введение таких санкций только против трех суден и их судовладельца позволило фактически существенно повлиять в сентябре прошлого года на то, что трафик из России, во-первых, уменьшился, во-вторых, что все-таки цена упала гораздо ниже. То есть та маржа, которая была между брендом и ценой российской нефти, она увеличилась, и, соответственно, цена российской нефти в тот момент она упустилась в фактических 60 долларов за баррель нефти. То есть вот такой механизм используют для того, чтобы влиять на тех, кто нарушает санкции. Сейчас, да, чтобы не быть голословным, Марин Трафик мы открыли, чтобы посмотреть, какие суда сейчас идут в порт Санкт-Петербурга. Там, напомню, нашим зрителям находится один из самых больших в целом хабов таких нефтяных Российской Федерации. То есть такой прекрасный танкер, Янгдзе называется, под флагом Габона. Интересно, при чем тут Габон, да, с другой стороны. Идет он непосредственно в порт Санкт-Петербурга. Тут в целом могут ли находиться, к примеру, если говорить о технической части, вот этого задержания, отслеживания теневого флота Российской Федерации, возможно ли нахождение, возможно, катеров представителей Европейского Союза либо тех государств, которые присоединяются к санкциям в отношении Российской Федерации, которые как раз могут отслеживать это движение судов и прочее-прочее? Ну, это очень сложно. Вы должны понимать, что количества судей очень много. И отслеживать каждое судно, тут еще возникнут определенные проблемы. Вот вы сказали, почему именно под этим флагом? Ну, есть страны, которые просто торгуют своими флагами для того, чтобы уменьшить налогообложения, для того, чтобы уменьшить портовые сборы, и если именно с этими странами есть соответствующее соглашение, для того, чтобы иметь более, скажем так, гибкость в определенных вопросах, неограниченное законодательством других стран. Поэтому это общепринятая практика, что маленькие государства, они имеют очень большой флот, но этот флот очень часто просто не их. Этот флот является конкретной компанией, потому что им так выгодно, потому что именно такая перевозка им обеспечивает довольно-таки большую маневренность и снижение налогов и платежей. Относительно, например, дальше потом, как это идет, то тут есть возможность отключения соответствующего трафика, и было в свое время, в 2023 году, отмечено, что бывает так, что переключается на другое судно или зафиксируется где-то конкретно, а само судно уже дальше идет без соответствующего трекера, и уже дальше оно перевозит тот порт, который она не должна была перевозить. Вот тут необходимо уже фактически визуальное наблюдение или получение какой-то информации непосредственно с тех портов, которые являются предполагаемыми, куда это судно может прийти. И, соответственно, если там есть какая-то фотофиксация, видеофиксация захода данного судна в этот порт, соответственно, эта информация передается соответствующим органам Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, и они принимают меры по отношению к этому судну, что оно нарушает санкции, соответственно, по отношению к этому судну ограничивается возможность ее мировой торговли, для участия в мировой торговле, а также, возможно, и отключение от возможности расчетов. Тоже очень эффективный механизм, когда Соединенные Штаты Америки просто отказывают банкам, то есть определяя, что эта компания не имеет права использовать доллары в своих расчетах. Соответственно, это полностью ограничивает очень многие возможности компании. Компании боятся таким образом обходить санкции, и, соответственно, они уже не участвуют в этом всем процессе. Скажите, Ля, если мы говорим о санкциях и ограничениях, касающихся СПГ, да, жизненного природного газа, как мы понимаем, Россия остается одним из, ну, по сути, основных игроков на европейском рынке, да, вторые после Соединенных Штатов Америки. Как вы оцениваете вот те санкции и, возможно, тот отказ, на который может Европейский Союз пойти в отношении российского СПГ? Ну, пока что я не нашел, какое именно ограничение будет введено. Во-первых, надо понимать, что Европа прекрасно пережила зиму. У них самые большие запасы газа за последние, там, десятилетия. Такого количества запасов газа после прохождения зимы у них фактически не было. И, соответственно, они понимают, что им могут обеспечить альтернативные поставки другие страны. Уже нет той зависимости, которая была перед войной. Поэтому они ощущают, что действительно теперь они могут и полностью отказаться и от сжиженного газа. Но при этом я хочу отметить, что Европа санкции против российского газа не водила. Сама Россия своими шагами привела к тому, что она не поставляла газ, она шантажировала Европу. Взрывы на северных потоках тоже являются довольно-таки до сих пор вопросом, была ли это какая-то диверсия или все-таки, к чему я склоняюсь, что Россия просто-напросто нашла путь, каким образом шантажировать Европу путем того, что, видите, мы не потому что выполняем соответствующие наши контракты, а мы не выполняем, потому что у нас просто трубы нет. Поэтому мы не поставляем газ в том объеме, который мы должны поступать и таким образом воздействовать на Европу. Поэтому тут есть два пути, каким образом. Первый путь — это ценовой путь, когда, опять же, так же само, как и на нефть, будет ограничена цена на газ, жиженый газ, который поставляется из России. А второй момент — это то, что будет просто-напросто полный запрет на получение газа с России. Но для этого нужны контракты, но для этого нужны какие-то альтернативы. И это также означает, что Европа, как вы правильно сказали, что на первом месте Соединенных Штатов Америки, она встает более зависимо от другого игрока. Поэтому пока что в открытых источниках о том, какой механизм будет реализован, чтобы ввести санкции против российского жиженого газа, я пока что не встречал. Будем смотреть, какие есть предложения и как они будут реализовываться. Интересно, что агентство Reuters в начале апреля писало о том, что конечное происхождение СПГ, оно просто скрывается. И как, собственно, с нефтью. Вы говорили о том, что перемешивается нефть в каком-нибудь там порту, какого-нибудь, возможно, европейской даже страны, иногда страны на Ближнем Востоке. И теперь это не российская нефть, а условная нефть государства Н. Как это происходит с СПГ непосредственно? Если конечное происхождение газа, который поступает на территорию Европейского Союза на данный момент, невозможно понять, как это, в принципе, можно изменить с помощью инструмента санкций. И возможно ли это? Ну, надо понимать существенное отличие. Если по нефти, то по составу нефти, она уникальна, можно, в принципе, понять, откуда она происходит. То есть можно определить, или является это Урал, или является это, например, арабская какая-то нефть, или из других источников, то по газу это невозможно. Газ, он фактически является универсальным для всех стран, поэтому сказать, откуда привезен данный газ путем химического анализа, ну, фактически невозможно. Поэтому тут контроль сложнее. По нефти, почему запутывается, почему так не делается такой анализ, потому что нефть смешивается с другими сортами, и уже непонятно что. То есть уже четко определить, что данная нефть происходит там из России, уже, ну, невозможно. Соответственно, по газу тут уже больше вопрос к документам и отслеживания суден, каким образом они проходят. И если они идут из российского порта в европейский порт, то, соответственно, тут уже понятно, какие необходимо принимать действия. Поэтому сейчас там обход санкций по жиженому газу, ну, они не происходят, потому что, ну, нет такой потребности. Пока что Европа не обращала на это внимания, потому что у нее была соответствующая зависимость от российского газа, и ей нужен был российский газ в таком формате, то есть в виде сжиженного газа. И, соответственно, не рассматривали этот вопрос. Сейчас европейцы, я уверен, подойдут путем, опять же, новых контрактов с новыми поставщиками или увеличения объемов от тех поставщиков, которые сейчас уже имеются, просчитают, подойдут к этому основательно и будут введены какие-то ограничения. Я думаю, что более всего вероятно это ограничение по объему или вообще запрет поставки. Но это, скажем так, пока что по тем объемам, которые поставляются из России, ну, вопрос остается открытым. Все-таки Европа действует так, для того, чтобы не угробить свою собственную экономику, для того, чтобы не создавать прецеденты на будущее. Спасибо вам большое за разговор. Благодарим, что присоединились к нашему эфиру. Илья Несхадовский, экономический эксперт, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.